Твой Борд ТВ. Партнер выпуска Лесная биржа. Нахимова, 72. Просили спросить, ругайтесь матом, нет? Знаете, стараюсь мысленно, но бывают ситуации, когда это необходимо. Я надеюсь, что когда в течение этого видео я покажу вам то, что у меня на этих листочках, вы не будете ругаться матом, даже мысленно. Хорошо, попробуем. Первый вопрос про луга. В конечном итоге их застроят все-таки? Ну, то, что касается лугов, как мы с вами и говорили уже до этого, свободное, пустое, интересное пространство, непосредственно в близости от областного центра. Естественно, это интересно и для перспективного развития областного центра, и с учетом рекреационной привлекательности территории рассматриваются в настоящее время разные проекты. Последний из проектов, как мы знаем, это Межпузовский кампус, который анонсирован на уровне региона. И с интересом ознакомились с той концепцией, которая представлена. На сетях тоже посмотрели это. Но это одно из, так скажем, из зарисовок, из видений, из предложений, один из проектов. Кто будет принимать последнее решение? Ну, естественно, задание на разработку этого проекта было дано на уровне региона. Соответственно, мы с учетом интересов борчан какие-то свои предложения можем включать. Но, конечно, региональной власти здесь основную роль, основными застрельщиками выступает. Вопрос, который висит в воздухе, не знаю, был ли где-то ответ уже, что будет с парковкой у Канадки? Ну, в конечном итоге. То есть, она же частная земля, правильно? Нет, почему? Нет. Земля не частная. И та парковка на 499 автомобиля, которая... Не, 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 это парковка, которая сейчас парковка существует. Это... А, вы имеете в виду о станции канатной дороги и около Алиса, которые между этим... Тоже вот вопрос интересный. Сейчас с коллегами рассматриваем. Если будет парковка внизу, она будет, безусловно. Будет пешеходная лестница вместе с лифтом для маломобильных граждан. Это сбоку от канатной дороги. Соответственно, получается у нас хорошая связка между большой парковкой и станцией канатной дороги. Рядом многоквартирный дом большой, монолитный, 12-этажный. Рядом пятиэтажка. Рядом еще много многоквартирных домов, которые сейчас хаотично заставлены брошенным транспортом. Парковка, которая строится, она в перспективе, поскольку там будет и видеонаблюдение, и хорошие подъездные пути. Она может использоваться как для стоянки вот этого транспорта, собственников квартирных домов, так и для объектов, которые в перспективе будут в лугах. Это и парковая зона развлечений, и те проекты, которые дальше направлены на развитие территории. Поэтому парковка логична, если она отойдет под благоустройство. И в перспективе мы сможем сделать хорошую площадку и разгрузить территорию, прилегающую. Там не центральная школьная работа. У нас даже в каких-то мыслях такого мы не рассматриваем. Конечно, нет. Но земля сейчас частная. Земля не частная. Это муниципальная земля, это муниципальная парковка. Там санузел, торговый центр, они боятся не стоят. Нет, 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 нет. И это перспективное место, видовое, здесь объект торговли не нужен. Наоборот, стараемся это разгрузить, избавить от транспорта, чтобы территория задышала просто. Придем. Так, что у вас там? Не знаю, видели, не видели. Хотелось бы, как это я спрячу. Как прокомментируете это? А, ну, видел. А, в это приложение же в айфонах есть, да? Я баловался и примерно такой же картину получил. Имей в виду сам текст. После третьего. Ваше предположение время покажет. Естественно, любого руководителя территории оценивают и граждане, что это очень важно, и оценивают и руководство региона. Поэтому, если буду соответствовать. И вот вы видите внизу, время покажет. Поэтому, наверное, вот такой вот. Но вы как вообще считаете, вы за преемственность власти? Как вы вообще относитесь к тому, что чиновник там сидит на месте? Это очень хорошо получился, просто это с удовольствием посмотрел. Преемственность власти. Знаете, у меня такого понятия особо не существует. Если человек по месту, если он делает то, что от него зависит, и то, что ему вменено в обязанности, то почему нет? То есть каждый конкретный случай не слышит? Конечно, абсолютно с вами согласен. А если не слышит никого и ничего, то нет, просто человек не на месте и нечего ему делать. Никакой преемственности в этом случае быть не может. Вторая картинка, это висит в воздухе вопрос. Об этом много говорят, об этом говорят, шепчутся, говорят даже в администрации. Никто, наверное, вас об этом не спросит, но мы не были бы твой Буртеллы, если бы не спросили. Как прокомментируете? Тоже, уважаемые коллеги, мне тут прислали, поэтому тоже хорошо, молодцы. Ну, юмор в интернете, ему, конечно, найдется место. Вы знаете, тот вопрос, это не более, наверное, чем догадка. Те коллеги, которые работают в администрации, у нас нет каких-то серых кардиналов. И, в общем-то, я не считаю этот вопрос неудобным. Работаем в одной связке, в одной команде, но что кто-то, я не хотел бы себя считать тем человеком, который стережет, сторожит для кого-то это кресло. Мы решили еще работать. Хотел бы просто решать конкретные задачи. Сейчас вот развеять слух. Слух существует такой, что первоначально губернатору была предложена кандидатура Батурского, но он ее отклонил, и вы как альтернативный вариант. Я не могу комментировать, и такой информацией не обладаю просто. Ну, напишут, что вы уходите от ответа. А пусть напишут. Хорошо. Главное, я спросил. Попытка была, да? Да, попытка была. За месяц мы, как бы, у меня последний вопрос, за месяц мы уже выяснили, что вы открыты ко всему миру, к интернету, пространству к людям, к жителям. Наверняка знаете, опыт был в Нижнем Новгороде мэра Владимир Панов, который практиковал ежемесячные встречи с населением, то есть вообще максимально открыто. Сейчас есть такой формат, по-моему, ежемесячное обращение, да, можно звонить на линию. Да, прямая телефонная линия такой формат. Будете ли вы расширять эту открытую? То есть коронавирус пройдет, встречаться с жителями, какие-то планы. Поэтому объезды территории, например, нам писали больше всего жителей Никлюду, чтобы вы туда приехали, посмотрели, что там происходит, встретились с жителями. Вы недавно встречались с родителями, которые на противодистанционном обучении. Вот что-то вот такие форматы будете расширять? Да вы знаете, у нас и в администрации никогда не было каких-то закрытых тем для обсуждения. И перспективные вопросы, проблемные вопросы, связанные с той или иной территорией, всегда решались совместно с жителями. Выезды и главы администрации, и начальники территориальных отделов, они регулярны. Каждый день на стол ко мне поступает информация о проведенных встречах по тому или иному населенному пункту, о тех вопросах базовых, болевых, которые были на этих встречах заданы. То, что касается Никлюду, я немножко перескочу. То, что касается Никлюду, понятно, сейчас знаковый такой, ну, хороший, яркий объект с большим капиталовложением открыт. Понятно, что жители прилегающих территорий, они заслужили, ну, как бы, улучшение и качества окружающей среды, благоустройства территории. Но есть определенные вопросы, которые, ну, на данный момент не решить. Вот, например, от Никлюду мы знаем, там улица Молодежная, Рыбунова, там и так далее. Там действительно, ну, проезжая часть вот этих улиц, она оставляет желать лучшего. Будем работать над этим. Предлагали гражданам участвовать в программах поддержки местных инициатив, там, на условиях софинансирования. Действительно, вместе мы можем сделать больше. Это не пустой лозунг. Это позволяет привлечь определенные средства для решения этих проблем. Но пока такого посыла с той территории нет. Объемы поступлений от, даже не от транспортного налога, от него мы имеем ровно ноль, а от акцизов, ну, там есть сложная схема распределения, такова, что, ну, это несколько улиц в год мы можем делать. И поэтому делаются те улицы, которые, ну, максимально большему количеству населения интересны. Где есть там автобусные сообщения, где подъездные пути к каким-то социальным объектам и так далее. То есть это в первую очередь так. И возвращаясь, опять же, к встречам населения, прямая телефонная линия свой формат ни в коем случае не сокращала. Как появится возможность, будем встречаться в открытом формате. Эту практику ни в коем случае мы не собираемся сворачивать. И еще более того, есть у муниципалитета хороший, так я скажу уж, повторюсь, наверное, подсобный аппарат. Это вот десятидворники, это старости деревень. Старости деревень нам нужны в том числе для того, чтобы проблему территории доносить. Многие из них достаточно неудобные вопросы ставят и требовательны к своим непосредственным руководителям. Это правильно я считаю. Но только вот перегибать не надо и действительно ставить те вопросы, которые могут быть решены. А не то, что там деревня, где 20 домов, никто не прописан, соответственно, ни налогов, ничего нет. Там надо и фонтаны, и сады, и объекты социальной сферы. Ну, мы в реалиях сегодняшнего времени живем, поэтому этого просто не будет. Есть такое, что вам приносят на стол, там, пачку комментариев каких-то или еще чего-то из интернета? Или вы сами все мультурите? А у нас все это моментально. Есть средства. Внутри как это происходит? Есть средства, медиалоги, которые отслеживают все отклики о муниципалитете. Соответственно, мы и коллеги с уровня региона отслеживают, что на территории происходит. И у нас наши коллеги из информационного центра, из СМИ, из наших подразделений и служб тоже в курсе всех дел, что происходит. Стараемся мониторить в том числе и социальные сети, потому что иной раз даже до обращения в администрацию не доходит. Хотя вот именно официальным каналом вступления информации являются официальные источники. Это и раздел на официальном сайте, где можно приложить и фотографии, и подробно описать ситуацию. Не просто порой гадаешь в интернете. Посмотрите, какой бардак, и темный фон. Что это? Естественно, администрация не знает, но напишите, эта улица такая-то, такой-то конкретный населенный пункт. Будет больше возможностей для решения этого вопроса. Но у нас такого нет, если нам что-то непонятное присылают, мы уточняем. Докручивайте все-таки до конца. Ну, это правильно. Докручивайте все-таки до конца.